друзья всем привет с вами александр и вы на канале world house pro в сегодняшнем выпуске я хочу вам рассказать о том как построить фундаментную плиту с приямками вообще как бы объект достаточно интересный и стандартный это плита которую мы сейчас будем делать она предназначена для котельной то есть это фундамент котельной в котельной есть оборудование и должны быть приямки для ввода сюда коммуникации котельная не под частный дом а под большой жилой комплекс площадь всего котельной около 100 квадратов и тут два приямка и сегодня расскажу вам весь ход работ от начала до конца самого первого дня работы до уже заливки самой верхней плиты так что начинаем смотрите подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны и приятного вам просмотра и давайте сейчас покажу вам вкратце чертежи чтобы понимали как вся эта конструкция выглядит потому что она нестандартная непростая вот это опалубочный чертеж то есть сама по себе плита надо обычная там квадратная 10 и 6 ну прямоугольный точнее на 11 и 2 и здесь у нас два приямка вот тут есть их привязки это внутренний размер метра 90 на 280 и вот размер 2 метра 10 на метр 10 именно внутренний это у нас схема армирования давайте сейчас покажу в разрезе то есть если мы смотрим в разрезе плиту вот у нас один разрез то есть вот идет сама плита и вот монолитный приямок плита нижние стенки монолитные здесь у нас основание это 10 сантиметров щебня 10 сантиметров под бетонкой потом уже идет сама плита то есть мы также делаем отсыпку щебнем делаем заливку под бетонки то же самое и по верхней плите то есть это вот разрез один по большому приямку вот разрез Еще один по малому приямку То есть сама конструкция вот такая вот То есть глубина здесь у нас Если, ну, грубо говоря, 2 метра Ну, метр 80 Потому что отметка плиты 0,170 Низ приямка минус 2 И большой приямок у нас глубже Он у нас, получается, отметка низа Это 3,100 То есть вверх минус 0,170 Низ минус 3,100 То есть его глубина у нас выходит тут Ну, почти 3 метра То есть там 2,90 Из каких-то интересных моментов Наверное, здесь уже особо ничего и не покажешь Это уже, как бы, отдельно Схемы по закладкам гильз коммуникационных Которые покажем тоже, как восстанавливаются Это у нас схема армирования То есть сейчас чертежи мы именно в автокаде Смотрим, не pdf Автокадовские чертежи В которых все уже можно более детально Более точно посмотреть Ну, в общем, давайте вернемся на строительную площадку И посмотрим процесс далее Вот таким вот образом, получается, выглядит каркас Для большого приямка 3,40 на 1,70 м То есть тут у нас поперечная продольная арматура 12 мм Рифленая класса А500С Вяжем мы все это на проволоку толщиной 1,2 мм Отожженную Вяжется это все, получается, в шахматном порядке То есть, ну, по краям полностью А здесь уже, как бы, получается, вот раз, два, три, четыре, пять По центру пропускаем И так вот по диагоналям вот это все вяжется Лягушки здесь стоят шагом 60 на 60 см примерно Они выполнены из восьмой арматуры гладкой То есть они уже рифленые не нужны Потому что, ну, их функция только вот держать нижнюю сетку Ну, нижнюю и верхнюю сетку между собой И второй приямок сейчас тоже вот вяжем Он 1,70 на 1,70 м То есть тут у нас также лягушки из восьмерки Также 12-я арматура с ячейкой 200 на 200 И внизу у нас стоят вот эти вот стаканчики-фиксаторы 50 мм То есть сетку у нас получается Защитный слой снизу 50 мм Сверху тоже 50 мм Сейчас у нас полностью связана вот эта вот вся нижняя сетка Верхняя сетка И сделана выпуска Выпуска, получается, здесь крепятся каким образом? То есть вот этот выпуск крайний Он крепится к нижней сетке, подвязывается И вот этот вот выпуск, который в внутренней части Он подвязывается к верхней сетке И тем самым это все создает прочный как бы арматурный каркас И потом после заливки к этим выпускам Мы будем привязывать уже арматуру стен Соответственно вот эта вот маленькая часть Она точно таким же образом сделана Тут еще пока только не собрана опалубка Тоже сделаны выпуска Привязаны здесь вот к нижней как бы части Здесь к верхней И торчат они у нас на полметра То есть вообще минимальный нахлест для 12-й арматуры Должен быть там не менее 40 диаметров арматуры То есть исходя из этого и рассчитывается Соответственно расстояние выпусков И вообще всех стыков, которые могут быть Друзья, итак, сейчас у нас подъехал уже миксер с бетодом 3,6 куба у нас всего на две плиты Сейчас пойдемте покажу уже готовность Самих плит с выпусками с опалубкой И будем смотреть процесс самой заливки Итак, начали сливать миксер Вибратор используем такой бензиновый Удобно на самом деле, когда небольшая вот такая площадка Просто стоит на месте и вибратор таскать не надо Просто булаву только переносим и вибрируем сам бетон Итак, обе плиты залиты Сейчас немножко подождем Чтобы чуть-чуть подхватился бетон Подровняем выпуска Чтобы они стояли все уже четко, вертикально И сейчас уже окончательно заравниваем по уровню поверхности плиты Итак, друзья, сутки у нас прошли Бетон уже закрепился То есть все, он уже встал Сейчас мы, получается, здесь нарезали арматуру Нагнули ее под уже стены То есть она вся подготовленная лежит у нас Сейчас подровняем все выпуска То есть все, она уже... Ну, то есть все, по плите уже можно ходить Сутки прошли Она уже схватилась полностью Бетон затворился Сейчас будем армировать стены Привязывать вот эти вот элементы Которые уже нарезали, нагнули в размер по проекту Все это будем сюда подвязывать Потом выставлять опалубку Еще ставить гильзы из трубы Гильзы нужны для того, чтобы потом через них протянуть теплосеть Вот здесь вот у нас одна труба А вот вторая Два диаметра Соответственно, мы их здесь будем устанавливать А еще один нюанс Который до этого я не объяснял Не показывал У нас здесь еще будет фундамент под трубу котельной Фундамент достаточно серьезный Там 8 буронабивных свай длиной 24 метра И, соответственно, сверху будет тоже бетонная тумба Сейчас вот приехала техника Кран с установкой Установка будет бурить вот эти 24-метровые скважины Соответственно, потом в эти скважины будет опускаться армокаркас И бетонироваться уже, соответственно, сам армокаркас уже в скважине Весь этот процесс тоже вам обязательно покажу Итак, друзья, сейчас производим установку гильз Тут уже выставили их Получается, это две трубы по 530 миллиметров Через них потом будут заходить уже коммуникации сам приямок И на втором приямке сейчас выполняем ту же самую операцию Делаем тоже закладные гильзы И здесь получается две Соответственно, вот на этой стенке На этой стенке еще будет третья чуть меньшего диаметра 476 И вот на этой боковой стенке еще будет 219 Сейчас у нас тут полностью привезли готовые каркасы То есть они наварены Здесь идет 16-я арматура И она вот так вот обвязана вот по спирали То есть тут нету хомутов как таковых А она просто по спирали вот так вот полностью обвязана уже проволокой Ну, это как бы та же самая арматура Только она не рифленая Это гладкая арматура класса 3 Диаметром 10 миллиметров И вот такой каркас пространственный Он уже будет опускаться, соответственно, в самую сторону Сами скважины Выставлена буровая установка Уже подготовлено все для бурения Как я говорил, там есть разметка И, соответственно, будем бурить отверстия Заливать бетоном И опускать туда каркас Сейчас у нас уже полностью подготовлена фанера Нарезано все Остается только сборка Вырезаем отверстия под гильзы закладные Зашиваем все это фанерой То есть наружный контур полностью дошиваем И опускаем все это уже в котлованы Сейчас налилась вода Ставим помпу, чтобы выкачать воду Здесь достаточно вообще много Где-то около метра двадцати На завтра у нас запланирована сюда их установка На подбетонку Здесь откачивать немного Тут всего лишь сантиметров 15 натекло А тут вот довольно много Все это сейчас выкачиваем помпой И завтра уже, соответственно, будем ставить Оба приемка в свое проектное положение Итак, сейчас уже начинаем монтаж Маленького приемка Здесь у нас геодезист вынес все угловые отметки Забиты дюбеля Четыре угла И на это основание мы ставим уже краном Вот этот вот маленький приемок Проверяем все еще раз потом По положению, по высотам, по отметкам И, соответственно, оставляем его здесь И переходим уже на второй приемок Который вот здесь Опять обвалился грунт Сейчас трактор его вычищает И подготавливает нам территорию Подготавливает нам территорию Чуть-чуть Стой Вступили к опуску второго приемка Сейчас повернем вот эти вот Три закладных трубы Должны смотреть вот на этот забор Сейчас чуть пониже опустим Повернем и уже будем тоже ставить Проектное положение Установка у нас уже почти полностью в сборе Такой вот копер, который будет сделать Здесь буровые работы Здесь уже полностью размещено Под 8 свай, которые будут установлены Итак, друзья, сейчас у нас уже Все готово к заливке Получается маленькое Маленький приемочек у нас полностью выставлен Здесь дополнительно еще сделана Такая барка из арматуры Чтобы все это держать Сделаны тэшки Как обычно это делается на стенах То есть, ну вот Таким вот образом все это выглядит Сделаны распорки То же самое у нас и большой Сегодня у нас еще уже началась выборка грунта Снимаем лишний грунт Все это дело будем отсыпать, трамбовать песком Большую опалубку сейчас еще дополнительно усиляем Вот так вот по углам арматурой Обвариваем полностью 18-й арматурой Делаем тут вот такую вот сростку Чтобы угол у нас этот не выдавил И, соответственно, так выполняем по всем углам Сделаем сейчас, скорее всего, еще рядов То есть, здесь пониже Выше уже не надо Мы уже бетон примерно до вот этой высоты Но пониже еще обязательно сделаем Чтобы все это было прочно Итак, сейчас у нас уже идет процесс заливки Маленькую Сейчас заливаем полностью за одну захватку Здесь мы пролили один метр Сейчас все провибрируем Соответственно, зальем маленькую После этого опять переходим на большую Будем уже доливать еще в три приема То есть, чтобы не было сильного давления резкого на опалубку То есть, заливаем нижний пояс Идрируем, заливаем еще один И потом третий раз Соответственно, так проводим всю заливку до конца Идрируем три раза по кругу Итак, сейчас уже стою полностью в готовом котловане Который выбран под размеры нашей плиты Метр шестьдесят, метр восемьдесят Примерно песчаная подсыпка Готовые приемки С них уже снята опалубка Полностью снята опалубка И, соответственно, они уже прогидроизолированы у нас Вот так вот все это сейчас выглядит Остались закладные трубы, гильзы Под монтаж, потом коммуникация Здесь под канализацию С той стороны у нас выполнена под Вот теплосети Вот так вот сейчас поближе Вот здесь уже две гильзы под теплосети Здесь еще одна также под подвод Питание под оборудование Она уже закрыта Просто фанерой присыпана Чтобы потом можно было раскопать И завести сюда все коммуникации Готовили, в общем, полностью основание Залили под бетонку Отсыпали все это, как я до этого говорил 100 миллиметров щебня Здесь у нас все это выровнено И сделано под бетонка Где-то с перепадом в 1-2 сантиметра Соответственно, на нее Мы уже сейчас будем продолжать Как она схватится Там буквально уже там, ну, завтра Будем начинать уже армировать сетку У нас идет здесь двойная сетка В принципе, ничего сверхъестественного Надо будет застыковать вот с этими выпусками Из приямков И, соответственно, заложить пешки по периметру В процессе покажу, как все это будет выглядеть Так, сегодня уже занимаемся вязкой арматуры Второй день уже вяжем Идет снег, конечно, погода так себе Но все равно работаем Нужно успеть в определенные сроки Поэтому нижнюю сетку уже полностью связали У нас здесь шаг 200 на 200 Провязано все в шахматном порядке По периметру провязаны Каждые две, получается, клетки В двух направлениях Здесь у нас закладные трубы уже установлены Под канализацию и под воду Приямки также стоят Арматуру приямку связываем с арматурой Самой плиты То есть сейчас раскидали все лягушки уже На лягушке вот там уже вяжем верхнюю сетку вторую Здесь, соответственно, тоже будем ее довязывать И, в принципе, останется только поставить опалубку И уже будет все готово к заливке Итак, сейчас сетку практически довязали Отрезаем лишние концы, которые выступали сюда Потому что у нас была 11,7 арматура Как раз-таки мы ее раскидываем по стороне 11,2 и где-то хлысты там по полметра у нас остаются в обрезке И сейчас уже готовим опалубку Опалубка у нас делается вот из таких вот щитов Это фанера 18-я К ней мы прикручиваем две доски Соответственно, это у нас и будет составлять вся опалубка Сейчас здесь вот готовим остатки Итак, друзья, теперь у нас полностью готов арматурный каркас Две сетки, нижняя и верхняя Внизу защитный слой 45 Миллиметр сверху защитный слой 50 Общая толщина 300 По периметру выставлена опалубка Раскреплена она арматурой И мы ее еще вот так вот полностью засыпаем песком Чтобы ее сюда не давануло Так что все это выглядит таким образом На стыке, на холодном шве лежит бентонитовый шнур Он нужен для того, чтобы в этом месте не просачивалась вода Если она будет возникать Он расширяется в несколько раз при попадании в него воды Если он пролежит в воде сутки После этого он расширяется Соответственно, все пустоты, которые могут быть в холодном стыке Между плитой и стенками этими Они заполняются Сейчас ставим еще закладные Вот здесь вот вокруг труб должны быть закладные Чтобы в случае каких-то подвижек плиты они не сыграли И там у нас выведено электричество Она просто в красной гофре В 110-й Соответственно, там закладные не нужны Сейчас выставили лазерный нивелир Соответственно, чтобы вынести по периметру отметки высоты бетона То есть мы вот тут вот на опалубке видим луч По нему рисуем просто маркером линии Закручиваем саморезы И по ним уже равняемся при момент заливки И сейчас еще будем выставлять закладные пластины На которые потом будут устанавливаться колонны Все подготовили Выставляем закладные пластины под колонны И сейчас здесь уже Производим заливку Фундамента под домовую трубу Приступили к процессу заливки Все подготовили Опалубку сделали Закладные заложили И начинаем литься полосками И все это дело выравнивать Здесь у нас закладные стоят как раз В отметку верха плиты Что в принципе помогает нам выровнять ее максимально идеально Чтобы перепадов не было больше полусантиметров Потому что закладные все стоят четко в уровне Так, слили уже два миксера Здесь половину это провибрировали Начинаем все это гладить Примерно вот такая поверхность у нас получается Закладные как раз таки стоят вот вровень с бетоном Где их не видно мы немножечко подчистим Чтобы на них потом можно было спокойно варить конструкцию Все так они все должны примерно вот быть чуть-чуть там На полсантимчика выше И вровень с бетоном Итак, друзья, слили последний миксер Сейчас будем выравнивать И накрывать тентом И начинать греть с помощью горелки газовых баллонов В принципе все прошло успешно Здесь вот сзади меня уже все заровняли Перепадов там практически нету По закладным выбили плюс-минус полсантиметра По поверхности плиты То есть результат довольно хороший Для размеров 10 на 11 Итак, друзья, все Сегодня снимаем опалубку Финальные у нас работы здесь Останется только прогидроизолировать торец плиты Торец плиты получился аккуратный Раковин практически нет Есть только совсем маленький До 3-4 миллиметров То есть что вполне допустимо Далее уже делаем гидроизоляцию Снимаем полностью опалубку со всех сторон И здесь у нас все выполнено Ну и конечно еще останется снять опалубку Вот с этих приямков изнутри Тут еще надо откачать воду Потому что она опять набралась Соответственно откачиваем воду Снимаем фанеру И все полностью закончено Все готово Не прошло и трех дней Как здесь уже у нас установлена дымовая труба К сожалению, не успели снять процесс И установлен модуль котельный По торцам везде сделана гидроизоляция у плиты Котельная фактически стоит Немножко с уменьшением размера Здесь все уже вывели Завели туда уже все коммуникации Которые были у нас установлены Под, получается, конструкции приямков И котельный стоит вот так вот На нашей плите С опорами на стальные пластины Закладные, которые там были Тут можно посмотреть Как это выглядит Боро видно Но тем не менее видно, что идет железный каркас И он приварен уже к закладным панелям Друзья, на сегодня наш выпуск подходит к концу С вами был Александр Команда WorldHallsPro Подписывайтесь на канал Если вы еще не подписаны Задавайте вопросы Если они у вас есть Касаемо строительства железобетонных фундаментов Будем рады ответить Посчитать вам смету И построить фундамент Если он вам необходим Мы строим не только подпромышленные объекты Это даже исключение То есть чаще мы все-таки выполняем работы Для частных домов Для загородных Но также строим в городе Пишите, обращайтесь Всем пока